всем привет фейк такси продолжает набирать обороты меня зовут лев шагинян и это уже третий выпуск я конечно понимаю что вам не терпится вот поскорее приступить к разгадке наших логических задач но тем не менее давайте для начала я вас познакомлю с нашей сегодняшней героиней вероника привет привет как у тебя дела хорошо вероника расскажи пожалуйста на кого ты училась я училась на факультете социально-культурного сервиса и туризма слушай какое совпадение у нас сегодня все вопросы посвящены социально-культурному сервису и туризму я не везет это шутка вероника у нас разные вопросы из абсолютно разных областей но я сильно надеюсь что тебе повезет я на твоей стороне я тоже очень надеюсь у тебя задача смотри вот этим парням которые сейчас на тебя смотрят ничего не показать вот прямо вот знаешь отвечая на все вопросы заработай кучу денег выиграй супер игру и оставь их с носом у нас задача с тобой такая правила фейк такси максимально просты девушки нужно ответить на несколько вопросов угадывая какие зазвученных фактов правда а какие ложь за неправильный ответ она должна снять себя один элемент одежды в конце игры каждую оставшуюся на героине вещи если такие будут я ценю в 10 тысяч рублей предложу сыграть ей в супер игру таким образом девушка либо удвоит свой выигрыш либо разденется полностью вот и сидишь сейчас переживаешь но ты наверняка слышала фразу что нервные клетки не устанавливаются слышала конечно вот у меня к тебе вопрос действительно ли нервные клетки не подлежат восстановлению это правда это правда это правда они отмирают они отмирают и все безвозвратно да как ты думаешь у тебя уже истощен запас нервных клеток я чувствую что нет то есть запас еще есть да еще в общем нет это неправда они не отмирают специалисты колумбийского университета смогли получить подтверждение восстановления нервных клеток их исследование показала непрерывность нейрогенеза даже у пожилых людей образуются множество новых нейронов но правило ты знаешь что ты будешь снимать ну я думаю что пальто это предсказуемо давай итак у кенгуру три влагалища и две матки это правда нет почему думаешь такого не может быть не слушаешь что меня вероника это правда кенгуру в австралии это вредитель их очень много возможно как раз потому что но с кенгуру мы разобрались давай теперь разберемся с тем что ты сейчас снимешь себя наверно кофточку то есть подожди ты понимаешь да ты можешь любом порядке ну я решила как-то так наверное попробуем сначала такой порядок если ты хочешь сделать наше шоу более зрелищным я не могу тебе сказать нет уже слегка не одета поэтому спешу тебе сообщить что у тебя есть три подсказки можем остановиться спросить прохожего можем перезвонить по последнему исходящему и третий вариант ты выходишь в прямой эфир в одной из своих социальных сетей и задаешь вопрос подписчикам окей все держи просто это в голове а сейчас будет следующий вопрос вероника любишь музыку да давай послушаем итак это песня группы напалм дэд и эта песня является самой короткой в мире я не думаю что это именно песня скорее звук какой-то скорее какой-то отрывок может этой песни я не знаю но не сама песня я тебя понял слушай но что я тебе могу сказать ты не права боже эта песня композиция называется you suffer ты страдаешь но не знаю насколько страдать но раздеваться точно будешь итак эта песня занесена в книгу рекордов гиннесса как самая короткая в истории музыки продолжительностью 1 и три десяток секунды вероника дорогая что ты снимаешь я наверное думаю все таки переключимся на не сапоги но сапоги так сапоги давай пока мне кажется что у нас будет очень короткая программа судя по всему я не успешно очень я стараюсь вероник как у тебя с историей я уже даже теперь не знаю итак вопрос последний динозавр был найден мертвым в 1703 году правда это или нет значит последний динозавр умер почил отошел в мир иной отправился в рай в 1703 году это неправда вот вот хочу я тебя обрадовать и обрадую абсолютно верно динозавры вымерли миллионы лет назад ни о каком 1703 году конечно речи даже не идет для съемок фейк такси мы не случайно выбрали именно кадиллак потому что только эта машина дает плюс 15 к интеллекту и 50 к сексуальности казинаки это маленький кочевой народ в казахстане правда это или нет нет почему не слышала такой этнической группы никогда и вообще название а название казинаки ты не слышала казинаки это по моему что-то из продуктов питания девушка с твоей фигурой может себе позволить казинаки мне просто нет вообще люблю сладкое но не конкретно казинаки но что я тебе хочу сказать смотри мне в глаза я смотрю казинаки это не маленький народ казахстане ты молодец ну поговаривают что придумали их в грузии уж не знаю насколько это правда до казахстану они в общем мало отношения имеют тем более такого народа конечно не существует за убийство дантеса на дуэли пушкин провел на каторге один год это правда нет почему потому что пушкин погиб на дуэли точно я думаю что не было на каторге за убийство за убийство дантеса ну что сказать абсолютно верно молодец молодец но вот видишь вот ты переживала я тебе говорю у тебя хорошие шансы и в общем то вещей у тебя достаточно еще много поэтому есть пространство для маневров определенно вероника сейчас очень серьезный вопрос будет готова на третьем по численности популяции животным в австралии являются эвоки маленькие мишки правда это или нет вообще сейчас мне даже такого животного не знаю и по логике вещей если этого животного не знаю потому должна всех животных если это третья популярность то именно там нет но они точно не третье популярность даже есть панды есть там куалы всякие да ну есть эвоки нет я таких не слышала вообще принципе никогда не может быть они такими ты отвергаешь существование таких я не отвергаю я думаю что они не могут быть третьим популярность в австралии ох вероника что эвоки это вымышленные такие мишки из мира звездных войн ты же знаешь что коренные жители северной америки это индейцы с которыми американцы не очень хорошо обошлись свое время так вот индейцы не ездили на лошадях до появления на материке европейских колонизаторов это правда или нет вот честно говоря не знаю но я думаю что это возможно возможно да почему но суши во всяких вестернах индейцы постоянно там на лошадках ты думаешь до того как-то в дальнейшем до того как туда приплыли европейцы индейцы они не могли с людьми приплыть другой стороны тоже но там были лошади там точно были лошади там точно были там точно были они были но почему-то мне кажется что нет ничего тебе сказать ты правильно ответил на вопрос действительно домашние лошади у американских индейцев появились только с приходом колонистов из европы поначалу индейцы убивали съедали всех лошадей которых захватывали у колонистов со временем однако они оценили ценность лошадей поняли что на них можно преодолевать большие расстояния и начали сами с удовольствием ездить на них верхом вероника тебе нравится элвис пресли я бы не сказал что я прям фанат но его творчество я уважаю уважаешь ну так вот у элвиса пресли было больше шести сотен песен он написал больше половины из этого количества это правда или нет ну пусть будет да почему но почему нет но суши есть исполнители которые просто поют я думаю много писать слушай элвис пресли если бы сейчас тебя услышал слезы умиления выступили бы на его щеках потому что на самом деле элвис пресли не сочинил ни одной песни выбор у тебя небогатый я буду снимать штанишки штанишки ну давай я надеюсь тебе тепло в моей машине ты часто в таком виде катаешься на заднем сиденье нет вероника тебе уже говорил что у тебя есть три подсказки ты пока ни одной не воспользовалась и сидишь уже в белье пока я полагаюсь на свою логику интуицию просто помни что есть такая возможность хорошо следующий вопрос бананы растут на пальмах правильно ли это утверждение или нет пусть растут на пальмах бананы растут на пальмах это абсолютно неправильно ответ на пальмах растут кокосы финики растут а банан принадлежит к роду травянистых растений из семейства банановых сам банан это ягода вещей у тебя осталось совсем мало есть носочки ты снимаешь носки ну давай у новорожденного ребенка столько же костей сколько у взрослого это правильное утверждение да наверное просто они более мягкие мягкие ну да я знаю что мужичок растается у них значит костей у них столько же сформировано или нет да столько же я же ну я пытаюсь тебе помочь вероник радость моя любовь всей моей жизни выбирай низ или вверх 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 давай я отвернусь я не я не могу на это смотреть а вы негодяи ник а ты читала войну и мир толстого первый дом до осилила до 1 тонна потом я читала краткое содержание неплохо неплохо вопрос заключается вот в чем за сколько сам толстой осилил написание своего легендарного произведения война и мир 30 лет ему на это понадобилось фейк это или нет не думаю фейк почему мне кажется лет 10 быстрее справился и ты права молодец на самом деле он писал свой главный роман 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 всей его жизни всего лишь шесть лет с 1863 года по 1869 слово хулиган произошло от фамилии английского дебошира я хочу воспользоваться подсказкой прохожего подсказкой прохожего но давай сейчас кого-нибудь найдем молодой человек молодой человек можно вас на минуточку можно можете подойти мне не можете помочь ответить на один вопрос что не можете помочь ответить мне на один говори слова хулиган произошло от от есенина нет не такой вопрос слово хулиган произошло от фамилии английского дебошира это правда или нет помогите нашей героине выиграть деньги соглашается все спасибо большое не задерживаем удачи я наверное соглашусь потому что у меня своих вариантов нет значит слово хулиган произошло от фамилии такого английского дебошира да и и да все правильно так и есть звали этого мужчину патрик хулиган регулярно попадал в какие-то плохие ситуации в отчеты полиции газетные статьи за пьянство дебош драки и всевозможные проступки так его фамилия стала нарицательной теперь слово хулиган знают во всем мире теперь ты знаешь и никогда не забудешь это точно ну и уже по сложившейся традиции я вас всех приглашаю подписаться на мой инстаграм потому что там вы найдете ссылку на нашу сегодняшнюю героиню вероник ну чего пока мы с тобой играли уже стемнело основные вопросы закончились я тебе напоминаю что одна вещь стоит 10 тысяч рублей и у тебя сейчас есть шанс удвоить эту сумму а именно сыграть со мной в супер игру смотри если ты выигрываешь супер игру получаешь 20000 рублей если проигрываешь ты сохраняешь 10000 но тебе придется раздеться полностью вот такие вот правила мы рискнем трусиками то есть ты думаешь что трусы тоже такая условность пустая дамы и господа супер игра и так по правилам супер игры ты должна отгадать какой предмет лежит в моем бардачке очень внимательно слушай вопрос какой предмет фигурирует в одном из фантастических романов гарри гаррисона под названием двусторонний определитель случайных процессов сложный вопрос ну подумай я не знаю так not двусторонний определитель случайных процессов что это может быть что-то у чего есть две стороны и с помощью него принимают решение телефон может быть почему телефон но давай напрягись подумай я приму любой твой ответ если скажешь телефон значит телефон есть кубик но у него не две стороны какой кубик кидают который почему но типа на удачу да бывает монеткой орел и решка кидают как но ты часто так делаешь я нет я телефоном ты звонишь там кому-то алё армен подъезжай ну дай уже ответ я не могу тебя сыграть пусть будет монетка ох давай проверим до двусторонний определитель случайных процессов ты рада ты ожидала от себя нет пускай на тебе мало одежды но все равно 20000 рублей и звание победительницы ты уносишь домой рада рада монетка мне сегодня принесла денежки ох да вот кстати слушай действительно монета тебе по-настоящему принесла удачу ты молодец вероника красивый букет для красивой девушки тем более мне кажется в текущей ситуации он тебе совершенно не помешает легче прикрываться спасибо тебе огромное еще раз и вам спасибо нашим зрителям за то что были с нами это было шоу фейк такси меня зовут лев шагинян подписывайтесь на наш канал и если еще не подписаны ставьте ваши пальчики вверх и конечно же пишите в комментариях что вам понравилось а что нет увидимся такая голая я участвую интеллектуальном шоу и я в нем не выигрываю не очень я участвую я жила в казахстане видела там казинаков